Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Кумертау с рабочим визитом посетила депутат Государственной Думы и 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова. Она встретилась с главой администрации, побывала в реабилитационном центре. К слову, заведению она вручила сертификат на новое спортивное оборудование. Кроме того, депутат посетила Центр адаптации «Современник». Рима Баталова является вице-президентом Паралимпийского комитета России, заслуженным мастером спорта, многократной чемпионкой мира и Европы. В городской мэрии депутат встретилась с главой администрации. Они обсудили будущие планы и проекты по развитию города в сотрудничестве и по решению социально-экономических проблем. Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке. Гостью вручила Борису Беляеву книгу под названием «Рима Баталова. Легенда спорта» и получила в подарок от главы администрации издание о городе Кумертал. Здесь все наши мероприятия, какие в Кумерталу происходят, существуют. И наш архитектурный облик города Кумерталу тоже вам на память, вашу коллекцию книг. Спасибо большое. После визита в администрацию Рима Баталова также посетила реабилитационный центр, где ее радушно встретили в национальных традициях. Гости показали лечебно-оздоровительные кабинеты с новейшей техникой и рассказали об уникальных терапевтических методиках и программах социальной реабилитации, применяемых в центре. Депутат лично пообщалась с детьми, проходящими лечение в учреждении. Рима Баталова старается оказывать помощь детям с ограниченными возможностями здоровья по всей республике. В наш реабилитационный центр она также приехала не с пустыми руками. Для учреждения было закуплено спортивное оборудование, современные тренажеры. Как человек спорта, многократная чемпионка, уверена в необходимости физических тренировок для детей. Потому что это детям дает возможность реализовать себя, показать себя. И в принципе они тянутся тому, что увидев нас, вот именно мы для них являемся примером, наверное, примером чемпионства. И мне хочется, чтобы наши ребятишки могли на сегодняшний день заниматься все-таки современными нашими тренажерами. В честь открытия обновленного спортивного зала и к приезду гостей сотрудниками центра было подготовлено праздничное мероприятие. Осень, 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 снова к нам пришла. Осень, 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 чудная пора. В золотом наряде, в парке и сады. Осень, осень, ждали с нетерпением мы. На торжестве депутат обратилась с речью к детям, проходящим лечение в центре, и рассказала о своем нелегком пути ко всему, чего достигла. Также на празднике состоялось официальное вручение центру сертификата на получение спортивного оборудования. Ребята, не надо унывать, надо идти вперед и никогда не останавливаться. Я думаю, что эти слова больше, наверное, сегодня касаются наших родителей, потому что только от вас, только вы можете помочь своим детям. И не надо ждать, что кто-то это сделает за нас. Еще одним пунктом посещения делегации стал Центр адаптации «Современник». Руководители организации поделились с гостями сведениями о достижениях своих воспитанников и новых проектах, которые помогут в развитии возможностей детей-инвалидов. Римма Баталова сама смогла протестировать стол для тенниса среди незрячих, узнав больше о тактике игры и технических особенностях. По традиции, почетной гости было предложено оставить свои пожелания в книге партнеров. Люди, слабовидящие, которые достигли чего-то в жизни, там есть ваши фотографии. Вы у нас пять лет уже пригласите на соревнования, так представится. А здесь вот действительно созданы условия, и те люди неравнодушные, которые это делают, это, наверное, большая им благодарность. Но без таких людей мир наш, наверное, будет, знаете, скутным. А такие люди как раз украшают, и украшает наш мир, и украшает для детей появляются возможности, возможности, как я еще раз повторюсь, реализовать себя. Самое главное в нашей жизни. А мы должны им подать руку, помочь им и, конечно, быть с ними вместе. Гульнас Филатова, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Как мотивировать общественные организации содействовать развитию города? Об этом говорилось на внеочередном форуме, проходившем в здании Агентства по развитию территории. Кто присутствовал на совещании, каковы итоги заседания, узнавала наша съемочная группа. 13 сентября в здании АРТ прошел внеочередной форум общественных организаций и предприятий города. Цель данного мероприятия – это объединение всех общественных организаций в единое целое. А именно стремление работать в одном направлении. Самое главное, чтобы мы работали в унисон с руководством города. И сегодня мы действительно говорили о том, что очень важно, чтобы была у нас сегодня не борьба организаций между собой, не борьба партий, как это очень часто бывает, конкуренция, и может быть даже нездоровая конкуренция, а именно было понимание важности сегодняшних дней для города. Именно цель такая, чтобы сделать город всем вместе нам краше, лучше, уютнее. Сотрудничество организаций может привести к благоприятным изменениям в городе. На сегодняшний день в Кумертау зарегистрировано 37 общественных организаций. По словам организатора форума, если все активисты будут работать сплоченно, добиваясь одной цели, это приведет к улучшению положения города. Сегодня удалось сделать первый шаг. Сегодня это получилось, это был первый наш шаг. Мы сегодня говорили и о ценности времени, и о ценности действовать, что мы все можем на сегодня действовать. И показали мы социальный эксперимент, который провели с молодежью. Ну, надеемся, что семена в почву брошены, а дальше уже люди будут ли их поливать, будут ли доносить это для своих членов организации, для своих детей. Но это уже зависит от каждого из нас. Также на заседании разбирали вопрос, как привлечь молодежь оставаться в нашем городе. В последнее время многие молодые ребята уезжают в крупные города для своей самореализации. Якобы в Кумертау перспектив мало. По словам Марины Николаевны, ситуация меняется в лучшую сторону. И уже многие перспективные ребята возвращаются в родной для себя город. За лето знаю троих отличных ребят, которые уехали и выучились в Питере и вернулись сюда. Это, я считаю, что очень большая победа города. Но я не всех ребят знаю, возможно, их и больше. Вот это победа города, потому что... Ну, это, я считаю, что ошибка ребят, думать, что в большом городе ты реализуешься лучше. Как раз в маленьком городе, в городе, где молодое руководство, где тебя везде поддерживают, любую твою креативную идею понимают, поддерживают, открывают тебе везде двери. Вот здесь как раз шансов, возможностей для самореализации намного больше. Это не последнее собрание. Впереди еще много кропотливой работы. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». В городской мэрии состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии. Обсудили меры профилактики и методы борьбы с наркозависимостью среди подростков. Выступившие в ходе комиссии представители администрации, городской больницы, управления образованием и правоохранительных органов поделились опытом работы в данном направлении, а также внесли предложения по внедрению новых форм и методов борьбы с наркозависимостью. Свой отчет по изменениям в динамике подростковой преступности за прошедший год представил начальник ОМВД Марсель Абзалилов. В общую раскрываемость на истекший период составила 51,6%. А в аналогичном периоде было, значит, прошлого года 43,6%. Из числа выявленных наркопреступлений 36 фактов, связанных со сбытом наркотических средств. Это на минус 34 в сравнении с социологичным периодом. В своем докладе о результатах принимаемых мер по пресечению, распространению и потреблению наркотиков сообщила заведующая сектором по делам несовершеннолетних Лена Мусина. Сотрудниками отдела также организована работа по распределению гуманитарной помощи среди неблагополучных семей, лечению от алкогольной зависимости и проведению профилактических бесед с подростками и их семьями. В образовательных учреждениях города внедряются программы, курсы и современные технологии, направленные на профилактику наркозависимости. В этом году, в ноябре месяце, будет проведено социально-психологическое тестирование, в котором планируем охват 865 человек. В 2016 году из 48 человек, состоящих на внутришкольном учете, социально-психологическое онлайн-тестирование прошли 10 человек. В прошлом году первый раз проходили онлайн-тестирование, и все результаты онлайн-тестирования стекались в Министерство образования. Одной из сфер распространения наркотических веществ является сеть интернет. Для борьбы с вредоносным влиянием информационного ресурса используются различные методы. Эффективные меры – это установление рекламных сайтов по приобретению наркотических средств и вообще по рекламу сайтов. Мы эти сайты, при выявлении этих сайтов, мы направляем соответствующие письма, соответствующие органы, и в течение определенного времени эти сайты блокируются. Но, как показал анализ, за последние 2-3 года у нас наркотические средства приобретаются, и потенциальный потребитель у нас приобретает через интернет-сайты. На заседании комиссии были внесены предложения по проведению лекций в школах сотрудниками наркологического диспансера и более масштабные меры по распространению в городе баннеров и рекламы антинаркотического характера. По итогам совещания члены комиссии определили перечень мероприятий, а также список ответственных должностных лиц и организаций за исполнение поручений, направленных на профилактику и борьбу с наркозависимостью среди подростков. В ближайшее время более ста кумертаусцев отправятся в разные регионы России. Для них 14 октября в здании ДК «Рассвет» состоялся традиционный концерт, посвященный Дню призывника. Как прошло мероприятие, узнавала наша съемочная группа. В Кумертау отметили День призывника. На концерт, посвященный этому празднику, пришли призывники, их родители, друзья и будущие защитники Родины. Главная задача таких мероприятий – повысить престиж воинской службы в глазах современной молодежи и показать призывникам, что родной город их поддерживает. Сегодня городская администрация городского города Кумертау организует опять же мероприятие, посвященное Дню призывника. Это в торжественной обстановке мы провожаем наших ребят в ряды вооруженных сил. Это большая и огромная работа, также и в качестве военно-патриотического воспитания молодежи. На это мероприятие приглашаются и участники боевых действий, и участники воин-интернационалисты, те, которые отслужили в соответствии со своими напутствиями. Ну и также молодые ребята, которые предстоят в ближайшем будущем, могут посмотреть это мероприятие. С напутственными словами к призывникам обратилась заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Наталья Лапшина. От имени главы администрации городского округа города Кумертау и от себя лично я хотела бы вам пожелать прежде всего стойкости, мужественности, здоровья, успешности во всех делах и начинаниях. Ну и, конечно, еще раз говорю, пройти достойно этот армейский путь. Под крышей Дома культуры «Рассвет» собрались молодые ребята, которые совсем скоро пополнят ряды российской армии. Именно для них в этот день звучали напутственные слова. Не остались сторонние преподаватели общеобразовательных учреждений, отметив важность данного мероприятия. Мы готовим учеников к службе, к защитникам готовим. Здесь мы проводим это городское мероприятие. И для того, чтобы они получили, как говорят, напутствие, есть определенные еще дополнительные какие-то знания, значит, поддержку, если можно так сказать, значит, и от жителей города, от своих друзей. Здесь, в том числе и девочки пришли сюда, возможно, это каким-то образом воодушевляет их. Я думаю, мероприятие очень полезное. Ну и какой же праздник без артистов? В течение концертной программы выступали творческие коллективы города. Они радовали зрителей своим академическим вокалом и зажигательными танцевальными номерами. Праздник, как всегда, получился позитивным и ярким. Все присутствующие остались в хорошем расположении духа. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». 10 октября прошло очередное заседание исполкома Курултая-Башкирку Юргазинского района. На совещании был проведен краткий анализ работы исполкома за минувший период. С отчетом по прошедшим мероприятиям, организованным исполкомом Курултая в районе с января по сентябрь, выступил исполняющий обязанности главы администрации Ахат Кутлуахметов. Он сообщил также о том, что правительством республики была отмечена эффективность деятельности местных органов самоуправления. Из 42 сельских муниципальных районов наш район занимает достойнее третье место. Это результат совместной нашей с вами работы. Надеюсь, что мы сохраним существующие позиции, положительные динамики, показатели эффективности и продолжим работать на перспективе развития нашего района. Вклад каждого в развитие социально-экономической и культурной жизни района в своем выступлении отметил председатель исполкома Курултая Юлай Ишмухаметов. Он рассказал об успешном проведении мероприятий, связанных с национальными традициями, и о важности их сохранения. За прошедшие 9 месяцев в районе прошло несколько праздников, не только официальных, но и организованных для молодежи и пожилых, акций, конкурсов и различных торжеств. Средства массовой информации внесли свой немалый вклад в оперативное освещение общественно-культурной жизни района. Каждый раз мне хочется отметить газету Южатый, с главным редактором маленькой менятью, я получаю эту газету, читаю. Она уже не изменилась в последнее время, в хорошую сторону. По освещению нашей повседневной жизни много получительных статей в ее страницах. Жаль, что выписываете маловато, маловато, особенно в деревне, она должна быть в каждой башкирско-татарской, башкирско-татарском доме, в каждом. Также на заседании выступила представитель общественной организации башкирских женщин АКНЛР. Она рассказала об успешной деятельности объединения в ряде направлений, таких как укрепление института семьи, привлечение молодого поколения к ведению здорового образа жизни и пропаганда национальных ценностей. Почетным гостем совещания стал Едкар Баширов, исследователь и писатель, уроженец села Ново-Мурапталово, ныне проживающий в городе Казань. Он презентовал свою новую книгу «Великая Башкирия». В ней автор рассказывает об этнической истории древнейших народов, мифах и эпосах, а также об эпохе переселения народов. Я в этой книге для студентов распределил по времени миграции, где, когда были и так далее. И в приложении номер три дал в этой книге отмечены времена территории обитания Угров-Башкир. Мы все, сначала мы были Угрой, до Башкиртхана. Это Уграми называлось. Почему? Потому что немецкие, в 1850-х годах немецкие все профессора, и другие показывают территорию Южного Ура, все Угры. В завершении заседания были определены приоритетные задачи исполкома Курлтая по стратегии развития государственной национальной политики в следующем году и по организации активного участия Башкир во всех сферах жизни района. Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.